Вопросы. Как каждый из вас думает? Какая главная проблема украинского образования сейчас? Прежде всего, во всем образовании. И о младшем, и о школьном, и о студенческом, и о специальном, и о государственном. В чем главный недостаток существующей системы? Погоня за формальными признаками и нивелирование ценностей. Как, Олег, не недостаток мотивации как у преподавателя, так и у учеников студентов? Вы знаете, она до такой степени глобальна, потому что мне кажется, дело даже не в недостатке мотивации. Дело в том, что сам термин образования сегодня уже до такой степени декоративен, как политика. Все понимают, что это еще одна коррумпированная структура, в которой можно что-то решить, в которой можно, ну, скажем, в принципе, вся система образования, начиная от ее принципа, заканчивая ее длительностью и качеством, себя дискредитировала до такой степени, что, в принципе, сегодня нет надобности получать, к примеру, образование в институте. Вот, например, я. У меня заочное образование у института МАУ, наверное, самый лучший вуз, как было, может быть, в принципе, в Украине, в частности. И, кроме того, я училась заочно, и у меня еще и бухгалаграмм. И, собственно, сейчас я автор образовательного проекта. Вот этот абсурд как раз и показывает то, что у сегодня система образования неэффективна. В целом. Спасибо. У меня есть также вопрос к каждому из вас. Олег, почему? Вот весь твой проект, который я делаю «Либерти классы», все ребята, которым занимаются, он направлен на распространение либеральных ценностей в Украину. Почему ты считаешь, что именно это нужно распространять? Почему именно этот курс? Почему не физику? Почему не что-то другого? Угу. Почему у тебя это концентрация? Крия будет такой же. Физикой занимается... Ну, ребят, ну, я вот, я, как я говорю, я принято этой идеей. И я вижу, что есть реально недостаток распространения альтернативных мыслей насчет экономики, политики, данных университетов и то, что можно услышать с украинского сегмента медиа. Оно как бы одноблока в основном. И вот, я думаю, что должно быть у человека возможность выбора, что он хочет. И такая возможность, если он не владеет, например, английским, она, в принципе, ограничена. Поэтому вот я занимаюсь тем, что мне интересно, там, в чем я ориентируюсь. То есть, со физикой занимаются две ребята, там, я не ориентируюсь, там, где-то случаются лучше. Окей, спасибо. Вопрос к Илье. Насколько я понял, твой проект, проект Эдера, он в основном направлен на студенческое образование, на такие уже более серьезные курсы. Нет ли идеи встанить это на школьное образование, чтобы сделать это более доступно для детей, чтобы это были не какие-то очень сложные предметы, а какие-то простые, понятные? Потому что все мы знаем, что такое школа государственная. В 10 лет просили мы еще штаны в классе, вынося очень маленький процент знаний. В университете 6. И еще достаточно меньше, да, проблем университета. Ну, на самом деле, первые 7 курсов, которые на проекте, они, я бы не сказал, что они университетские. То есть, мы, конечно, не ставили их в рамки, там, 10 класс конкретно. Там про каждый курс написано, вот какого желательно вообще начинаете заниматься, какой должен быть бэкграунд для этого. То есть, сейчас это 7 предметных курсов, которые, ну, лучше всего, наверное, подходят для, если вот брать конкретно в парадигме нашего образования, вот на уровень, там, старшей школы. То есть, это вот, возможно, так. Насчет младшей школы, например, или насчет, наоборот, очень, там, взрослых людей, и вот подготовки профессиональной. Значит, младшей школы к нам очень много раз обращались сейчас на школы с предложением вот таким заняться, такое создавать и так далее. На самом деле, вот, я не против делать все из этого. То есть, у нас уже, как бы, экспертизы есть, как в старшей среде. То есть, если говорить о ОБСЕ, то я вообще работаю с судьями. То есть, они все старше, чем средняя школа, там, старше. Вот. Так же и с младшими тоже мы работали. Но просто один курс создать у нас где-то 7-8 месяцев работала. Вот. То есть, если появится какое-то нормальное предложение, они сделают, там, за 2 месяца мне срочно, я хочу уже тестить. Вот. То мы вполне. Но это вот в будущих планах идти во все стороны. Где будем находить возможность, там и будем делать. То есть, я о том хочу сказать, что без ГЭПСа плохо. Поэтому, ну, везде можно делать это. То есть, я не против. Окей, спасибо. Сейчас еще один вопрос к Яне. Ваши преподаватели, преподаватели школы государства бреникэпс, это в основном грузины, это также приглашенные спикеры из Европы, из других стран мира. Насколько я знаю, когда после революции, после Майдана, многие из них приезжали в Украину, у многих были надежды на скорые изменения. Они были готовы поделиться своим опытом, поделиться своими знаниями об устройстве качественного, небольшого, эффективного государства. Но вот уже прошло несколько лет, уже почти 2 года, я сам знаю несколько личных людей из Грузии, и все они потихоньку уже уезжают назад, потому что они смогли применить свой опыт здесь, потому что это казалось сложно. Вот ваши преподаватели, изменилось ли у них как-то их видение возможности передачи своего опыта в Украину? Знаете, вот в том-то и все суть, что наши преподаватели не передают опыт. И мы постараемся как раз максимально от этого уйти, чтобы у нас не... Самое страшное было в нашей модели, это построить Украинно-грузинскую школу, те грузины, которые сотворили что-то, пришли и рассказали, как они это сделали в Грузии, не зная, как это сделать в Украине. И именно эту модель мы как раз избегали всяческими методами. Поэтому наши грузины, это те, кто... Это преподаватели, которые преподают свои курсы в Соединенных Штатах, в Грузии, основатели гастров и бизнес-кул, к примеру, во всевозможных странах. И эти люди понимают технологии управления государством. Они не преподают технологии управления в Украине или в Грузии. Просто они впоследствии своих технологий двигались в своих странах и преподают методологию управления. Поэтому как бы их разочарование или эмоциональное состояние по поводу Украины, во-первых, его нет, а во-вторых, это никто на чем не фокусирует. Спасибо. Яр, ты вас был вопрос? Да, у меня нет вопроса, кстати. У меня тоже. Вы знаете, в Грузии, в Грузии, это очень здорово. Сегодняшний день точно пошел с пользой. Мы вас встретили. Мы ромаем голову над... Уже какое-то достаточно долгое время над выходом в онлайн. Мы ищем модель, и, например, честно говоря, в Киеве кого-нибудь уволят. А, мы нажали в Алис-Кельсо? Почему мы нашли вас здесь, хотя бы мониторил этот рынок, и нам очень интересно. У меня вопрос к сути такой. Скажите, кто пишет? То есть какие преподаватели, кто создает контент? А вот как вы потом обрабатываете, уже как упонят? Для вот этих семи курсов, которые рассчитаны больше на старшую школу, их создают первично выпускники. То есть выпускник написал первый конспект, и мы его начинаем рассылать всем-всем-всем. Посмотрите, может, есть что-то полный. Как вам, какая подача, как такая, как такая. То есть идея в том, что университеты, да? А? Университеты. Университеты и учителя. То есть у нас учителя в высшей категории участвуют, например. Вот, в частности, из Одессы с нами недавно связывалась Алла Зильберман. Я не знаю, может, кому-то тут известно ли имя. Это Соросовский учитель по химии. То есть очень такая... Вот, она связывалась, что готова вот помогать с контентом, там, готова даже выступать автором. То есть зачастую это можно назвать первичным, как бы, вот, выпускника, так скажем, выпускника вуза, там, Шевченко в основном. Вот. При этом он для того, чтобы вот это сделать, он очень долго мониторит. То есть у нас один конспект, где-то десятистраничный, очень долго делается. Сейчас я с ним рассылаю, наверное, где-то полумесяца. Не знаю, реально долго. Вот. А потом мы рассылаем и всем на его возможность нести правки, сказать, что вам нравится, что вам нравится, что вам нравится.